Представлюсь, наверное, да, Сергей? Ну, я понял, вас Юрий зовут. Ну да, кто вы вообще, что за повод? Что за повод? Так, ну, как? Вы православный христианин? Совершенно верно. Хрещен в 95-м году. Повод такой, скажем, я наблюдаю, ну, не то, что наблюдаю, смотрю канал Лапкина, Игнатий Тихонович, где-то уже три, если не больше года, очень я проникся, как сказать, вот этой идеей поселения православного и всего прочего. У меня даже вот этот год, это лето, было огромное желание туда поехать на крещение, потому что я вот так же, ну, как и все остальные, принимал это плевание. И, в общем, его слова о неправильности крещения меня очень сильно убедили, так сказать. Вот. Долго я, ну, метался между этими решениями и хотел уже в этом году поехать. Ну, ряд обстоятельств отвело меня от этого. Вот. В итоге, почему я про Романа первый раз-то спросил, да, вопрос задал. Ну, я мог оказаться в его ситуации. То есть мне нравилась потерявка, я хотел вот это все как бы воочию увидеть и так далее. И, конечно, проникнулся этим всем, можно сказать, вот этой атмосферой. Сейчас у меня взгляд очень сильно поменялся. И не только, как бы, Роман – это уже точка последняя, а ранее, да, ну, возникали такие вот вопросы нехорошие, которые вот, поскольку я Лапкин канал смотрел, я смотрел и вас, Сергей, да. Тяжело на вырос говорить, может, на «ты» перейдем. Я 70-го ровного года. 70-го года. Почти ровесники. Да. Поэтому проще будет общаться. И поскольку я, ну, ты, Сергей, в общем, как сказать, мой уже друг хороший. Просто ты меня видишь первый раз, твоя реакция, понятно, что за человек, что непонятно, кто такой, да. Я-то знаю уже, и с кем ты общался. Ну, все, понимаешь. Всю твою историю и так далее. То есть, давай на «ты», если тебе это нормально. Ну, без опыта, конечно. Слава Богу. Вот. Ты вообще наводящий вопросы сразу задавай, потому что я могу болтать. Он вопрос на вопрос наворачивается, да. Почему Лапкин? Почему я им заинтересовался? Потому что у меня возникли те же вопросы, вот, чем ты болеешь, как я понял, да, из твоих встреч, из твоих разговоров. А вопрос такой, относительно православной церкви нашей, родной, да. У меня куча, ну, вот представь, с 95-го года, ну, 95-й, ладно, я крестился, мне было 25. Скажем так, воцерковление началось 99-й, да, 4 года спустя. Вот, посчитай, с 99-го года, сегодня у нас 18-й, да, чуть не 20 лет уже прошло, ну, я видел все, да, почти, да, я видел кучу приходов, я посетил кучу монастырей, и, ну, вот, у тебя немножко другая ситуация, да, ты как бы в виртуале это все видел, да, пришел к вере уже, будучи, ну, в таком состоянии, вот, ты просто, я не хочу дифирамбы петь, там, какие-то похвалы, это последнее дело для православного, для христианина, не надо хвалить, просто ты вот, ну, как сказать, как поддержка, как воодушевление, да, когда физические немощи случаются у многих, да, если не у меня, и я, когда начинаю на что-то роптать, вот, вспоминаю, что есть такой человек, как ты, если тебе тяжело разговаривать, неприятен разговор, без церемоний сразу дай понятие все, я, я без претензий это все приму, хорошо? Да нет, что ж, все нормально, я стараюсь адекватно все воспринимать, а что ж нам нервничать, и так хватает страсти и всего такого грехов, я думаю, поймем другу. Слава Богу, Сергей, спасибо тебе. Так вот, вернемся к Лапкину, да, или вернемся, не закончила я мысль, ездил я, ездил, смотрел, смотрел, поцерковлялся, воцерковлялся, вплоть до, там, желания остаться в монастыре, но, в итоге, вот, невероятное количество, вот, тех же вопросов, которыми ты мучился, да, там, вот, ты задаешь правильные вопросы, у тебя в беседах это, я практически со всем согласен, да, вот, что ты обсуждаешь, о чем ты с людьми говоришь, по поводу того, что у нас в церкви происходит, вот, у меня как-то это все стало отталкивать, отдалять, и в этот момент появился вот Лапкин, да, я только сейчас помню, пришел на его сайт по ссылке Кураева Андрея, да, которую я тоже почитал, да, ну, как сказать, не очень высокого такого уж о нем мнения, да, тоже неправильно сказал, высокого мнения, да, человек образованный, эрудированный, с большими сомнениями насчет его веры, так бы вот я выразился, да, кто он сам такой, я не знаю, понимаешь, как мы все вот друг друга не знаем, и ты не знаешь, то есть тебя я как-то представляю, ты меня вообще не знаешь и так далее, этим все вот осложняется, вот, и читая его вот этот, там, как он называется, блог, да, правильно, нашел ссылку на Лапкина и зашел так посмотрел, ну, меня поразило просто, знаешь, что, что исповедник натуральный, да, вот в наше время такой, ну, боец, не знаю, рыцарь там, назови как хочешь, личность сильная, да, это вот повторяю, было три уже с хвостиком года назад, и вот я там кучу пересмотрел материалов, да, и вот эти вопросы по крещению, там, вспоминая свое обливание и так далее, я думаю, вот все правильно, все правильно, все правильно он говорит, надо туда ехать, надо принимать это крещение, вот три года я этим вопросом маялся, и в процессе, как говорится, наблюдения вот за его деятельностью, да, вот, благодаря этому каналу его, у меня как-то начал меркнуть его облик, понимаешь, вот, те вопросы, которые ты начал задавать, вот помнишь, вы практически с моим однофамильцем, Александром Андрусенко, я Андрющенко, да, а он Андрусенко, вот вы обсуждались так тактично, очень мягко, пытались вот это то, как сказать, методы его обсудить, там, и так далее, и так далее, вот, и во мне, в принципе, вот параллельно такой же процесс шел, то есть я стал этими вопросами задаваться, и вот сегодня, сейчас вот мы как раз к Роману и подойдем, сегодня наступил тот момент, когда уже я пересмотрел вот эту кучу, сегодня у меня уже неположительные к нему отношения, понимаешь, к Лапкину, я мягко говорю, трудно это все в каких-то словах передавать, как он обращается с людьми, так нельзя обращаться, да, вот, ладно, он одно дело детей воспитывает в лагере, да, я даже умилялся, восхищался, думаю, ну вот, хоть кто-то молодое поколение воспитает, потому что оно не воспитывается, здесь он прав, он молодец, но когда те же методы применяются к взрослым мужикам, извини меня, да, вот как с Никитой это все происходило, ну, тяжело мне это было смотреть, да, ну, ладно, смирение, ладно, все прочее и так далее, как бы, по-нассырски и отеческую литературу, ну, ознакомился, так скажем, почитал, я это все понимаю, ну, Лапкин-то он не старец, он даже сам себя так не считает, он проповедник, это совсем другое, понимаешь, в Писании есть распределение, если ты проповедник, это одно, если ты, как там, дары Духа Святого, да, благовествуешь – благовествуй, учитель – учительствуй, да, ну, не смешивай это все в кучу, в одну, а у него вот этот микс и что-то такое непонятное. Я от тебя только слышу, многие люди, врачи, разочаровываются, разочаровываются, как было, 99% мне, потому что шаг неправильный делают, а чаровываются сначала, вот, а он-то этого не предлагает, и он причем, он подводит сам людей к этому, понимает, чтобы человек раскрылся. Тут же видишь, он-то совершенно не в ответе за наши чувства, это наши личностные чувства к нему, вот, и он какое имеет отношение к нему. Я вот единственное то, что с людьми, когда, значит, его разговариваю, я говорю, а вот, вот у тебя вот такое отношение к нему, а ты попробуй его полюбить, да, вот, ради того, что он даже, вот, творится, ну, православие, сколько человек, он открывает, сколько людей обращается через него, истинно познает через него. Пусть они даже отрекаются, потом пинают его там, грязью поливают, но они через него открывают для себя дороги, огромные пути в этой жизни. Вот я, например, скажу, я с ним уже вот шестой год так общаюсь, вот, и я, если бы не было его, я не знаю, где бы я сейчас был, что бы я сейчас делал, если бы я не открыл вот эти вот, ну, к сектантам бы я наверняка не пошел бы, вот. А где бы я узнал о Духе Святом, если о нем не говорят ни проповедники наши, ни передачи никакие, ну, никто не говорит о Духе Святом, о стяжании Духа Святого. За 200 лет один Серафим Сандатиста, один Серафим Саровский намек какой-то дал, и вот во всем православии есть вот это только небольшое упоминание. Больше об этом никто не говорит, что нужно родиться заново. Лапкин кричит об этом уже более полвека. За это можно человека только полюбить, благодарить его. А то, что вот это вот личностное, пусть он сам будет отвечать перед Господом, но и в конце концов мы не знаем, как он кается. Ну да, он тоже не святой человек, еще до конца страстный, да, человек. Все мы страстны. У него свои страсти, но мы же не знаем, как он кается, допустим, вот в своей вот этой гневливости, да. Он часто гневается, но мы, он же слезно кается в этом, опять же. Сергей, Сергей. Мы видим только то, как он согрешает. Сергей, Сергей. Я слушаю. Звук вообще как нормальный, ты слышишь нормально меня или плохо? Я отлично слышу. Отлично? Я просто вообще вот тебе секрет открою, первый раз в жизни по скайпу разговариваю. Вот то, что я вчера тебе там тыкал, пытался там как-то с тобой связаться, я тоже первый раз практически вот в ВКонтакте это делал, да. То есть я просто в этих всех вещах не очень не скучен, понимаешь. Так что ты это, тоже это имею в виду. Личность Лапкина, она здесь как бы не предмет обсуждения, понимаешь. Последний вопрос это, если уж мы христиане, да, стоим как бы на одной, одними понятиями руководствуемся, да. Осуждать там, разбирать личностные какие-то характеристики, недостатки человека. Это последнее, чем может заниматься христианин. Скорее христианин этим заниматься не будет. И вопросы к нему, как к человеку у меня на 525 месте. Вопросы к тому, что вот ты сейчас, я понял, да, о чем ты должен сказать. Это как раз ближе к его учению, да, вот чему он учит. Для тебя смысл, да, вот этот его посыл, что он хочет донести. Вот с Лапкиным лично я не общался никак. Я только его по проповедям, да, по тому, что я увидел, что я услышал, могу о нем какое-то мнение составить. Здесь он смыкается с другим проповедником, которого ты тоже хорошо знаешь. Который твой земляк, с которым ты встречался. И с которым я встречался тоже, лично. Я про Дмитрия Кузнецова сейчас. В них есть, вот не знаю, пообщавшись с Кузнецом, да, лично, я в нем Лапкиного видел. Ты же с ним тоже общался, да? Так, а ты сейчас сказал про церковь как? Обрядность. Ну, обрядоверие, да. Обрядоверие. Обрядоверие. Привознесли выше духовного. Вот. Да. А у Дмитрия же это конюк со мной. У него даже не обрядоверие, он это как-то, у него любимое слово культ и система. То есть, видишь, они смыкаются с Лапкиным вот здесь, в этой точке. И как бы я Лапкина лично не видел, вот Роман лично увидел. Опять сейчас к Роману возвращаемся, да? Ну, в чем они не смыкаются, я вижу. Допустим, они поднимают вопрос, да, они один вопрос поднимают, но итог-то этого вопроса. Этот подходит к тому, что надо исправлять в церкви положение, а этот говорит, что надо разрушить все. В чем тут похожесть? Дмитрий говорит, что надо выйти из православия. Лапкин говорит, что надо остаться в православии и исправить все. Совершенно точно. Ты вот в самую суть, в самую точечку, в десяточку попал. Потому что Дмитрий говорит, уничтожить все до основания разрушим, а потом, да, такой революционный подход. У Игнатия Тихоновича то же самое, только он, поскольку человек старой формации, да, многоповидавший, как говорится, тюрьму прошедший. Он и воспитанный в вере, да, у Кузнецова этого нет, он не может все рубануть. Гордий Фузел, он не может рубануть, Игнатий Тихонович. И вот он, когда доходит до точки, да, когда у него аргументы заканчиваются, он говорит, но я православный, я не принимаю посты, я не принимаю мощи, мне иконы не нужны, но я православный. То есть он не отвечает на вопросы. И сейчас он вот как раз, суть конфликта с Романом именно в этом, понимаешь, он ему логически, как бы доходчиво этого ничего донести не мог. Ты знаешь, я поясню сейчас, вот, что он хочет сказать вот этим своим «я православный». То есть его может понять только православный человек. То есть православный человек живет непониманием своего мозга, то есть неразумением своим разумом. Он живет верою. То есть я православный, я верю так, и все. А как, этому нету объяснений? А вот я так верю, и все. Православие, оно православие наше, оно прервалось. Неоднократно прервалось там. И с епископом проблемы были тоже. И непонятно с рукоположением там в некоторых местах. Но опять же мы верим в то, что на священниках есть. Сергей, прости меня. Я понял, что ты сказал. Прости меня, я тебе немножко прерву. Его мотивация, Лапкина, понятно. Ты правильно объясняешь все. Мотивация Димы Кузнецова мне понятна тоже. Понимаешь, когда я с ним пообщался два раза, минут по десять, понимаешь, все. С ним больше, я не знаю, как ты с ним дольше общался. Я не смог вынести это в общение. Это все, понимаешь, это... Ну... Как ты с ним разговаривал, я вообще не знаю. Я разговаривал с ним с другим. Он был тогда православным, мы с ним разговаривали. Ну, видимо, у него эволюция какая-то идет, это все усугубляется, я не знаю. У него беснование возрастает на высшей степени. Он когда еще был в храме, в церкви, когда еще он служил, он на Бога матом ругался. Он сам признавался. И он ночевал там, ему жить негде было еще. И он оставался в храме ночевать, там, я не знаю, где-то в подсобке, в келье какой-то может. Вот и ночью у него случились опять приступы боли такие. И он на Бога матом ругался прямо в храме. Я ему об этом говорю, чтоб в тебя вошел бес тогда. И сейчас это здесь у него возрастает. В общем, это тяжелое зрелище, тяжелейшее общение. Я просто вспоминал, когда я так с человеком общался, я не смог вспомнить. А почему я говорил о мотивации одного другого, разговаривая с тобой? Потому что мне интересна твоя мотивация. Я вот страдая какими-то своими физическими немощами, у меня как бы вера сразу теряет свою силу. И нет того, что ты показываешь, как ты это делаешь, что тебя мотивирует, почему ты так себя настроил, как это все случилось. Да все это не мое, это Господь все дает. Это понятно. Я сам себя сейчас спрашиваю, как я могу это все терпеть. Тоже не понимаю. На это вопрос ответов нет. Я понимаю то, что Господь в любой момент может меня оставить. Но я не знаю, по каким-то моим делам возможно ему не угодно. И я тогда не смогу и минуты прожить без него. А вот, Сергей, ты часто о смерти говоришь, да, сам? Как бы о желанном таком исходе уже. Ну, надоело тебе это все. Правильно? Я о смерти говорю как о переходе. Я вообще... На этом подразумевается жизнь, вечная жизнь. А о смерти всего лишь... Это дверь, порог через который переступить я хочу. И предлагаю людям тоже об этом чаще задуматься. Потому что перестали говорить вообще о смерти. А о ней надо говорить как можно больше. Тем более в наши дни, когда вот сегодня слишком много соблазнов особенно стало. Надо не только о кредитах каких-то говорить. И о том, что придется оставить все эти прелести. Ну, вообще, я за что больше всего радую? Это в жизни не иметь привязки ни к чему. Ну, я сам только недавно, вот, может быть, года два до конца отвязался от меня от материи и от денег. То есть я не понимаю тоже, что такое деньги и что такое материя. И у меня нет привязки вообще к моим материальным вещам. Никакое. А это ты как чувствуешь? Как вот чувствуешь? Это чувствуется. Понятно как-то. Вот ты идешь мимо помойки, да, у тебя нет никакого совершенно к ней интереса. Вот так и к материальным вещам. Здорово. Ты повторил, я был в одном монастыре, а там такой человек уже в летах пенсионного возраста, который вдруг решил стать монахом, да, но он тогда был послушником. Он мне объяснил, ну, почти так же, только в других словах. Он говорит, вот, все, что там я имел там в миру, да, вот эти квартиры, то что он имел, машины, удовольствия. Я, в один момент, я вот в это глянул, как ведро с опарышами, которые там что-то копошатся, ну, издают такое зловоние и совсем не хочется там. Ну, я вот еще восемь лет назад, жили мы, у нас старая квартира была, вот еще восемь лет назад я делал мне ремонт дорогущий там, невыносимый. Я просто жил этим ремонтом, вот, года полтора, наверное, или два, может быть, года. Сколько, сколько прошло? Ну, лет восемь назад я делал ремонт там, вот, и у меня это было навязчиво, навязчивая идея. Ну, конечно, я ближачий все. Я и делал ремонт, и там, и договаривался с мастерами, там приходили все, у меня там договоры, все такое, расчеты, все дела. У меня, опять же, в перспективе какие-то денег заработать, где-то там улучшить, там улучшить. Вот, а сейчас я смеюсь над этим. Ну, ты же, вот, ты не был каким-то таким немощным, то есть, вот, я твою историю, когда посмотрел с самого начала, да, вот, с твоего падения, ну, вот этого нырка ненормального, да, и до сегодняшнего дня, да, когда мы с тобой разговариваем, ты себя показал, как очень, ну, как сказать, ну, сильный, не знаю, мощный человек, потому что на такие же вещи другие люди реагируют совершенно иначе. То есть, видимо, ну, я не знаю, или тебе, вот, есть же такое присловие, да, в христианстве, в православии, сам прекрасно знаешь, что крест дается по силам. Видимо, он тебе по силам дан, что ли, и как? Ну, Юр, да я, я же говорю, я не понимаю. Ну, видимо, у меня до конца такого понимания нет, что я, ну, такой ущербный человек, то, что лишен чего-то, понимаешь, я, у меня нет ощущения того, что я, ну, чего-то в этой жизни лишен. Ну, у меня, допустим, всю жизнь складывается так, что я, допустим, лежу, я ни у кого не прошу, не прошу никакой поддержки, я сам стараюсь людям помогать. Я к сути хочу добраться, вот ты это приобрел, это у тебя приобретенное сферой качество, или ты всегда такой был? А я не знаю, как ответить, по-другому я и жить не знаю, как. Ну, я, когда вот попал, первый год я себе задачу поставил, чтобы не зависеть, в первую очередь, не зависеть ни от кого, мне надо что-то думать. Я лежу бревно бревном, у меня шея вот так едва только одна работает, а у меня в голове мысли, что мне надо добиться того, чтобы не зависеть ни от государства, ни от родителей. Лучше бы мне в укор, в упреки ничего не ставили там. Ну, я не считаю это какой-то заслугой или что-то, ну, просто я по-другому жить не могу. Да нет, я не о заслуге, а о том моменте, ты, получается, ну, ты что, роднился таким, да, вот? Я не по-другому, я по-другому и не могу жить просто, и не жил никогда. Нет, получается, ты родился таким человеком, твои вот эти сегодняшние качества, они не приобретенные, не от веры полученные, а ты был всегда таким. Наверное, не знаю, возможно. Сам не можешь ответить. Я удивляюсь, когда люди не находят выхода в этой жизни, вот все, безвыходные ситуации, а для меня таких вопросов нет. Да, да, видишь, а мне, понимаешь, во мне 100 килограмм веса, да, у меня плечи касаются сажения, и, ну, единственное, что у меня, вот, суставы болят, да, у меня кости болят, мне иногда, ну, артриты, такие боли, что и выть приходит, понимаешь? Ну, и все. Это можно выпить таблеточку, это проходит. Но я не нахожу вот этой мотивации, понимаешь? У меня, как начинается вот это все, я не могу потерпеть, да? Я даже вот этого на Кузнецова, на Диму посмотрю, да, как он там, когда у него вот эти полопанные руки, стопы там, все у него это кровоточит, и он там ходит, огород копает. Когда я приехал, он там огород копал, я думаю, как он этими руками все это делает, понимаешь? И даже он мне такой урок колоссальный дал, понимаешь? Я думаю, ну как? А про тебя я вообще не могу такое что-то там сравнить даже с этим состоянием, со своим, да? У меня плечи тоже болят, я не могу даже руку в сторону отвести, более неимоверные прострелы такие идут. Так я это вообще за боли не считаю, для меня это не боли. У меня есть гораздо сложнее, более, гораздо, намного. Понятно. А вот смотри, когда на тебя это все накатывает, ты, ну как, ты, ты же должен говорить, что, Господи, ну вот когда это все закончится, зачем мне это все, почему я в этот мир явился, и вот такое не возникает. Таких вопросов у тебя нет, получается? На эти вопросы Господь не отвечает. Когда-то, когда-то я их задавал, может быть, а что толку-то? Надо просто, я несколько раз читать, надо сразу тогда братья Йова, многострадального, там на эти вопросы есть ответы. И он их Богу даже не задавал, он говорит, что же я все хорошее буду от него терпеть, а плохое не буду, что ли. Он равнозначно как плохое терпел, как хорошее, так и плохое. Сергей, еще тогда вопрос, ну по Писанию понятно, я думаю, ты с ним очень хорошо знаком, да? Как Серафим Саровский говорил, ум должен плавать в Писании, точнее он не про Писание говорил, а конкретно про Евангелие, он не Библию носил, а Новый Завет за плечами в котомочке, правильно? То есть у тебя вот ум плавает, получается, в Евангелии? Я стараюсь так жить, да. Любой свой шаг соответствует, размереть с Писанием. Я про Кузнецова опять скажу, да? Почему вообще он возник в моей... Почему он меня заинтересовал? Человек наделен очень, как сказать, ярким даром слов. Да, да, да. Человек глубокий, понимаешь, вот он вопрос, ну я бы там даже копать не стал, а он в такую глубину залазит и говорит все правильно, понимаешь. Его даже поймать на чем-то нет. Не можешь ты поймать, да? Он так копает, я просто в восхищении был. Я вообще, когда к нему приехал, да, я думал, ну вот сейчас человек мне все точки надыра ставит. Вообще нет, это не получилось вообще никакого, понимаешь. Он все о себе, о себе. Ему какие-то вопросы, он о себе, о себе. Я вижу так, я вижу так, я вижу так. Ну хорошо, его как бы мировоззрение приблизительно у него тоже там какая-то, ну по его этому каналу видно, что у него шла такая прогрессия определенная, да? Да, вот он Антонио Великом слушал, как он в житие его начитывал, пояснял. Не слушал ты? Я не слушал. У него там очень хорошие эти... Я пытался, слушай, мне что-то это, не понравилось, как он. Не, то, что тебя задело, ты в принципе, как его там начал о нем говорить, это все понятно. И вообще я не люблю очень говорить о людях в их отсутствии. Меня это все коробит, переворачивает. Но вот в общении с тобой, меня интересует общение с тобой. Но поскольку этим нельзя ограничиться, надо неизбежно к этим примерам каким-то прибегать. К чему я опять? Что у тебя, ну к отеческой литературе какое отношение, ты, ну как формирование твоих взглядов, да, мировоззрения, отцы участия, я имею в виду, конечно, православных, там и древних, и более современных отцов. Я читал, раньше читал и слушал много, у меня целая библиотека есть в МП3, вот, не ложатся мне отцы, вот, они ни в памяти, ни на сердце, ни на голову не ложатся никак. Вот кроме Евангелия... Вообще никакие? Ну... Вообще никакие? Ну как никакие, берешь некоторый опыт, конечно, ну, вот так, чтобы, знаешь, допустим, в сравнении по жизни, и, допустим, ситуация какая-то происходит, и мне раз от того отца или от того отца что-то, ну, какое-то дополнение пришло, или что-то, поддержка какая-то в жизни. А у меня такого нет, у меня идет поддержка, если то чисто евангельская, божественная. То есть Господь сам помогает, поддерживает Дух Святой. Я так верю. Ну, согласен, в принципе. Сам Господь сказал, что все будут научены Богом. Ну, естественно, и сам, допустим, браться, вот, за толкование Писания, я этим не возьмусь никогда. Я не стану ничего от себя говорить, допустим, в общении с людьми, да? Я всегда полезу там, в отечественник посмотреть, что там тот или иной отец сказал. Ну, поэтому авторитеты, конечно, для меня весомые. Нет, ну, получается, если ты толковать сам не возьмешься, тогда тебе толковники не нужны, а толковники – это отцы православия, святые. Я же говорю, я при нужде лезу и ищу ответы. А нужда у тебя возникает как часто тогда? Ну, как вопрос возникает, тогда и нужда. У меня… Ну, а как часто вопрос возникает? Ну, вот я ролики делаю, допустим, периодически, там, смотрю, читаю отцов. Есть сайт такой, экзегет.ру называется, вот там собраны все отцы. То есть, ты вводишь местописание, да? Чего родил? Я сдам ссылку попозже. Экзегет.ру? Да. А я вот пользуюсь Придания и этот… А Придания.ру знаешь же, да? Ну, их несколько сайтов, да. И вот этот, как он называется-то, в Питере, Пархоменко сайт. А Азбука Веры? Ну, я имени, я знаю, не пользуюсь, я экзегетом, привык. А я экзегет, вот от тебя первого случаю, интересно, смотри. Смотри, как по-разному все пути идут, а? Вот, а позвонил я тебе, думаю, вот ты мне скажешь, кто еретик, а кто нет. Но ты, я думаю, не скажешь. Надо разобраться сначала в понимании каждого сегодня еретик, каждый по-своему понимает этот слой. С определениями разобраться. Для меня Евангелие – это столб утверждения истины. Причем не Писание, не Библия, как у Лапкина. У него, вот что мне не нравится, он упаковал все, это от него. Нигде такого нету, да. Он упаковал Новый Завет, Ветхий Завет в одну книжку, золото уделал и положил, чтобы все целовали. Православия этого нету. Православие, Евангелие – это сам Христос. На престоле лежит Евангелие. Это очень важно. Я вот именно на этой почве и полюбил его тоже. А почему? Я начал читать Библию с Ветхого Завета. Причем у меня же не было никаких учителей, никого. Было дома Библия. Я сказал, мам, принеси мне Библию, я начну читать. Я не понимал, откуда, чего там. Я с первой страницы прямо начал. И я увидел Светского Завета Бога. Я увидел своего Господа и влюбился в Него. Бога Отца я увидел. Причем искал я Христа. О Христе я знал. Я познал сначала Отца, прежде чем узнать Христа. Я Отца познал, а потом уже, когда для меня Христос открылся, тогда уже все, для меня полнота была. То есть для меня сейчас Нового Завета без Ветхого никак не существует. То есть если я беру Новый Завет, у меня постоянно идет отсылка на Ветхий. Там мы можем увидеть именно сущность Бога. Вот как он, Дмитрий, он ссылается на Христа только, да? Так неправильно. Так неправильно, потому что мы знаем Бога с другой стороны. Что Господь не только милостивый, но и гневающийся. И мы знаем прекрасно, что Он делает с землей, которую сожжет. Нет, смотри, тут важный момент, Сергей, да. Ты самый важный сейчас момент озвучил. Очень важнее его ничего нету, понимаешь? Тут черта, которая разделяет Ветхозаветное человечество и Новое Заветное человечество. Если брать, вот как у Игнатия Тихоновича, да, у него Ветхозаветные нормы применяются к новому человеку, да? А в Новом Завете люди, новая тварь, сам Христос об этом говорит. Или кто там из апостолов, сейчас не вспомню точно, да? Новая тварь. То есть Бог явил Себя, показал людям, все. Те, когда Христос отсылает к Писанию, да, у вас, говорит, в вашем Писании сказано, Он говорит о том, что сказано о Его пришествии. Изучайте Писание, а не свидетельствуют о Мне, Он говорит, Христос. Понимаешь? Только в этом смысле актуально Писание Ветхого Завета. А если всю жизнь регламентировать, как там расписано все, там же есть и второзаконие, извини меня, да, где куча таких вещей, которые просто убивают со временем. Законы иудейские, это ни о чем. Я говорю о том, что когда сам Господь сказал... О чем там? Сам Господь сказал... Подожди, Юр, не перебивай, мне очень тяжело говорить, не перебивай, пожалуйста. Я, конечно, слово из себя через боль вытягиваю. Пасти, Сергей. Господь сказал, что я пришел не нарушить, но исполнить законы. Вот. О каких законах? Он, конечно же, не о иудейских законах-то говорил, которые они сами себе придумали. Там, 670, 700 или сколько там, я не помню уже. Вот. Он, конечно, говорил о тех законах, которые Отец давал. Отец давал народу. А они являются как бы прообразом нового закона. То есть, возьмем тоже обрезание, да, крещение. Ну, он, Игнатих, часто приводит вот эти соотношения. Тут надо просто разобраться. Если вот, допустим, не брать вот такая вульда, да, вот новый там и Ветхий Завет, а вот конкретно брать что-то и рассматривать со стороны Ветхого Завета. Ну, ту же Десятину, допустим. Вот сейчас против нее восстали многие люди. Десятину. А что здесь плохого? Храмы на Руси, первый храм Десятиной, он так и назывался. Его построили на Десятину, она революцией существовала в православии Десятиной. Ничего плохого в этом нет абсолютно. Вопрос в том, кому ее отдавать, эту Десятину. Нет, это, конечно, то, что ты говоришь, имеет место быть, это важно. Я вопросов даже никаких не имею, но немножко я о другом хотел. Давай вот любимый автор Игнатий Тихонович, он даже свое, его имя к себе применяет. Он Златоуста очень ценит, да, и он Златоустом из Потеряевки себя называет. А Златоуст говорит, что как небо от земли отстоит Новый Завет от Ветхого Завета. То есть, ну, небо и земля, да, яснее как по-русски еще выразить, что это, ну, вещи очень разные, да. Это говорится о человекоподобии, о Ветхом Человеке, о Новом Человеке, но Бог всегда, Он один и тот же. Он и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Он тот же. Нельзя сказать, что Христос вот такой вот человеколюбивый, как Он себе показал, а в Ветхом Завете другой Бог. Это один и тот же Бог был. Это был наш Господь и в Ветхом, и в Новом Завете. А народ, естественно, там был Ветхий народ, в этом сегодня новый народ, которого ищет Господь себе в удел. Вот мы должны стать новым народом, а мы видим сегодня обратное, что происходит вот в связи с вот этим ростом потребления, да, народ на народ падает более ветхого человека. Вот мы становимся более ветхими. Вот и Господь нас призывает стать новыми. Вот я о чем говорю. Я говорю не о перемене Бога, а о перемене людей. Но я думаю, и Золотоуст это самое имел в виду, как далеко друг от друга отстанет, потому что старый человек не может понять нового человека, как и новый не может понять старого. Законы разные. Он говорил не, собственно, о Завете, о людях, ты хочешь сказать? Да. О, восприятие людей. Ну, опять, видишь, как бы оно все логично звучит, но это уже опять твое толкование, да? А тут просто возьми любое, ну, что заинтересует, и давай попробуем разобраться, о чем он говорил. Любое место возьми, которое интересно будет, и разберемся. У меня таких мест много, и все они очень болючие. И, учитывая, что, видишь, у нас с тобой как спора-то полноценного не получится, потому что тут мне излагать много, а тебе еще там отвечать, это тяжело для тебя просто. Богословская дискуссия. Вот когда люди приходят в храм и говорят, что, а вот почему это так, а почему это так, вот как он такие же вопросы задает, а почему вот это, а почему вот это? И ему, говорит, объяснить не могут, правильно? И не могут, и не объяснят, потому что там Дух Святой живет, и он животворит, да, направляет деятельность церкви, да, церковь и его тело. А как ты человек со своими, ну, извини меня, куриными там падшими какими-то мозгами, ты пришел и раз-раз табличку составил и все себе объяснил. Да не будет этого, да, не будет. И если, что мне нравится опять, возвращаясь к православии, мне нравится, что когда, да, вот мне что-то было непонятно, да, какой-то конкретный вопрос меня мучил, мучил, да, тот же вот, тот же соотношение. Твое отношение, твое объяснение соотношения Ветхого и Нового Завета я принял, я понял, о чем ты сказал. А вот когда я мучился в контексте церковного, церковного восприятия, да, вот, храмового, так скажем, почему так? Где Новый Завет? Где Старый Завет? Где Евангелие? Псалтыр? Что где, на каких местах стоит? Я не мог в этом разобраться, да, я читал эти богословские какие-то книги, ничего не понятно, там, объяснение литургии, ничего не понятно. О чем-то они говорят, но я не могу это как-то воспринять. А потом, видимо, ну, не знаю, до точки кипения это все дошло или что. Я смотрю, ну, вот же все ясно, да, алтарь, ты заходишь в храм, православный храм, алтарь. Что такое алтарь? Куда мало кто может зайти, посторонние туда не заходят. А что на алтаре? А на алтаре лежит Евангелие. Вот он Христос, вот он Бог. Кто читает Евангелие? Евангелие в храме читает священник, дьякон иногда, да? Ну, либо священник, либо дьякон. Ну, то есть люди посвященные в сане. А кто читает ветхозаветные тексты? Салтырь кто читает? Да кто угодно, чтец, да? Там ветхозаветные пения хором исполняются. Кто поет? Обычные люди, может, даже верующие в хоре поют. Понимаешь, и вот все стало на свои места. И это не какие-то теории, не Димы Кузнецова, не Игнатия Тихоновича, что Библия должна на престоле лежать, а не Евангелие. Или не твоя трактовка, как ты сейчас высказал. А вот это не я придумал. Вот веришь, не я. Я просто увидел, зашел один раз и увидел вот это. И в этом вот я за этот храм Божий православный. Люди, которые выходят сегодня из православия, да, не то что выходят, они просто пинают его. О них так и написано, что они вышли от нас, но не были нашими. Потому что эти люди, они так и не познали до конца. Они, может быть, не виноваты абсолютно в этом. Но вот не далось им понять. А понимать-то на самом деле нечего, нужна вера. Нужна простая детская вера. Там не надо ничего искать, копать и разбираться. Там нужно просто поверить. Не задавая вопросов, понимаешь. Вернее, ты можешь задавать вопросы, но по-детски. А не приходите там, ну-ка, уберите вот это, да. Нам это не надо. А вот это здесь должно быть. Да это тысяча лет, да. Вот как опять у Лапки уже такое есть выражение. Он когда этих староверов пытается обличать, он говорит, тысяча, как они могут так сказать. Тысяча лет до нас лежала, пусть и дальше лежит. Так в этом и сути есть, понимаешь. Он даже не понимает. Там уже, да это не люди делали, понимаешь. Там вот оно все уже на местах. Ты чего туда добавить хочешь, убогий? Ты не важно кто, как твоя фамилия и как тебя зовут. Ты меня сейчас утешил, кстати. Ты видишь, ты сейчас сказал, что я православный. А я с недавних пор начал в этом сомневаться, понимаешь. Меня вот всякие стороны, не знаю куда. Хотя вот мой приход обращения, оно в том и состояло, что вот я даже такой пример приводил, не знаю, он где-то есть или это я сам так придумал. Ну, скорее всего, это есть, конечно, я где-то прочитал. Но для того, как я это все увидел, да, поверил, скажем так, для меня мир был, вот я был неверующий, он был, ну вот рисунок на листочке, да, он духмерный. Для меня мир вес был духмерный. А когда ты обрел Бога, да, получил другое, триобъемное видение, да, 3D там, не знаю как, назови, ты в объеме это все увидел. Все выглядит не так, все выглядит иначе. И это было не у каких-то там дядек в подворотне, которые там тихонечко там где-то это все рассказывали, а это вот, это проповедь какая-то вселенская была. Я даже от этого отмахивался, я смеялся там, говорил, какая церковь, говорю, что это бабки какие-то туда ходят, во что они верят, какой-то бред, какая-то там махровая ерунда. Как в это можно верить? Дмитрий Кузнецов, он, ведь ты посмотри, он взял полностью веру от православных святых, от отцов православия, понимаешь, он живет и руководствуется этой верой, но полностью отвергает, это химера какая-то получилась, так не должно быть. Я ему написал, я ему в комменте написал, там можешь зайти к нему посмотреть на его беседах, я думал, он удалит, но он не удалил, все-таки, видимо, не все потеряно. Я ему так и написал, ты на этом, на всем вырос, ты это пил, ты это ел, ты сформировал, это тебя сформировало, а сейчас ты это все начинаешь поносить, ломать, разрушать, ну как так можно, ну хотя бы элементарное чувство какое-то, не знаю, ну пускай не благоговение, не надо, не надо, но благодарность, просто по-человечески, без всяких там заморочек высоких, духовных, ты просто должен был благодарен, ну тебе открыли глаза, ты не видел ничего, сейчас ты видишь, кто это сделал, а он понимаешь, раз, бах, бах, мечами все порубить, искоренить. Ну каждому своя дорога, чушь, в конце концов, вот люди, люди спрашивают, ну я опять же сегодня какую-то передачу смотрел или вчера, не помню, вот как вот опять же человек, сейчас задается вопрос, ну как Бог, любовь может допустить вот то, что столько народа погибнет, да, да, ничего он не будет допускать, вот так вот люди и гибнут, вот свое мнение превыше всего ставят и все, а все из-за чего, из-за гордости, гордость все губит, человек хочет стать лидером каким-то, хочет стать зримым для других, чтобы его слушали, чтобы от него учили, чтобы почитали его, вот это же все гордость, житейская. Житейская это бы еще неплохо, Сереж, житейская это бы еще неплохо, понимаешь, я там получше другого, это вот житейская, да, я повыше там на ступенечку стал, а если там, ну понимаешь, ну человеком разговорить просто невозможно, да, то есть тут какое-то насекомое, муха прилетела там, надо ее быстренько согнать, вот такое отношение, то есть я-то обрел, да, короче, я передать даже это не могу, понимаешь, я сейчас опять в осуждение начну. Тут просто складывается такое ощущение, понимаешь, вот глядя на человека, кажется, вот он сейчас, Господь заберет у него веру, понимаешь, он на другую какую-то стезию станет, так же он будет точно так же себя вести будет, понимаешь, о чем я говорю, то есть для него не важно, где он находится, в какой сфере он находится, важно, как он себя ведет и ставит перед другими людьми, вот, и для него это самое важное. Сергей, знаешь, опять удивительно, вот, что мне так внезапно открылось, да, тоже вот я по поводу Дмитрия думал, да, ну, интересный человек, правильно, как бы и невозможно там что-то исправить и подкорректировать, потому что не воспринимает ничего. Потом мне раз, вот, ну, честно тебе признаюсь, у меня из отцов, я отцов люблю, и Евангелие люблю, для меня это, конечно, Евангелие алмаз, отцы золота, да, у меня из отцов есть любимый автор, это Исаак Сирин, у меня их много, да, там я пятерку, десятку книг тебе могу составить, но самый, который мне отвечает на то, что вот у меня уже там мозги заплелись, да, а я потом открываю и читаю, ой, господи, смотри, все же объяснено, это Исаак Сирин, не знаю, знаком ты с ним или нет, да? Вот, и смотри, после этой ситуации, да, вот, когда мы с ним там пообщались, все прошло какое-то время, да, спустя, после этого, я открываю и читаю, у него есть там 55-е слово, это я говорю о словах подвижнических, потому что сейчас там всякие Исааки Сирины появились, слова подвижнические, это самое каноническое там без современных придумок, да, и в словах подвижнических там есть 55-е слово, оно очень длинное, самое такое, одно из самых пространных, может, самое большое, и в этом слове предпоследний там абзац о Маупе, по-моему, он называется, или Маупа, или Маупа, там ударение могу неправильно поставить, и вот, вот прочитай, тебе будет интересно, я прямо, это портрет, думаю, господи, так это же вот Дима Кузнецов и описан, то есть, понимаешь, вот ты как ни прыгай, как ни изощряйся там, что ни придумай, какую клоунаду, а это все уже до тебя сказано и описано, и каждый твой тип, каждый твой шаг уже есть, понимаешь, он печатными буквами уже изглужит. Все так, мы думали, что-то новое изобретаем, а до нас это уже десятки, может, сотни раз было все. Да, а мы занимаемся изобретением велосипеда, совершенно верно. У нас изобретение велосипеда, на котором все давно катаются. Ничего нового нет под солнцем. Все опять в гордость, упирается в гордость, все наша гордость. А мы, мы вот, что мы из себя можем представлять-то, вот, если так разобраться, да, Господь нам подарил вот тело такое, да, подарил нам душу, сам вдохнулся в нас, вот, а что тогда мы, кто тогда я, если это все не мое, а мы это всего лишь нам всего выбор, между добром и злом. Выбери, всего лишь избери и все. Узнай, узнай пороки, которые губят человека и избавляйся от них до последнего дня своего. Все, больше нас нету. Грешить или не грешить весь человек? Видишь, весь человек соткан из этого. Грешу, не грешу, грешу, не грешу. А мы что-то там, мы себя там мним. Ну, духи посещают нас, иногда дух от Бога, иногда кому дух от Бога, кому не от Бога дух. Вот они духи и творят себе формы. А мы думаем, что это все наше. Ничего нашего нет. Это состояние, правильно, ты очень четко все говоришь, прямо все, все, ни к одному слову тут не прокопаешься. Это состояние каждодневного выбора. Ты вот шаг вступил, ты уже выбор сделал, понимаешь? Направо пошел, налево и так далее. Какое бы ты действие не предпринял, ты все время что-то выбираешь, понимаешь? Вот оно, состояние свободы, и вот оно, вот он этот экзамен, вот люди задаются вопросом, а в чем смысл жизни, какая там глобальная идея? Да в том идее и состоит, понимаешь, дорогой, ты, да? Ты понял, о чем я говорю? Или направо ты пойдешь, или налево, вот весь твой выбор и вся твоя философия, дорогой мой. Все, все сказано, все описано и 500 раз пересказано, и отцами перетолкованными, понимаешь, близки тебе древние авторы, почитай древних авторов. Вернее, если ты не понял Евангелие, возьми сначала древнего автора, не понял древнего, возьми чуть помоложе, 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 и дойдешь ты до сегодняшнего проповедника, который я иногда вот слушаю там самых современных, я думаю, ну ничего себе, а как они так говорят? Так он же вот из этой же, как говорится, навозной кучи, что мы все вместе пребывали, он вылез, такой же там моего года рождения, как он это сказал? Вот так и сказал, понимаешь? Это все вот традиция, она продолжается, и не надо там никаких эквилибрисий, как там кто-то пытается сделать. Мы люди, мы созданы Богом как общественное животное, нам надо обязательно находиться в каком-то социуме, общественное мнение иметь, чтобы не каждый своей головой думал, а чтобы, как и написано в Евангелии, чтобы все были единодушны, имели одно мнение. Поэтому ни к чему хорошему это не приведет, то, что они сейчас говорят, за это они серьезно будут отвечать. Православие, опять же, ну что такое православие, да? Православие. А вот они, они аж плюются на того православия, аж оборотят их с одного слова. Для меня православие – это вера, то есть как верят православные. Давай, сейчас я тебе чуть-чуть подскажу правильные слова. Для тебя это система, ты сейчас ее как раз описывал. Человек должен был быть в системе, да, в связке с кем-то, образовать какое-то, это уже система, да? И слово, которое употребляет как ругательство – культ, да? А от слова культ произошло целое понятие, целая отрасль человеческой деятельности, называемая культура, понимаешь? От культа, от такого убогого, немощного, как видится там на первый взгляд, понятия и образа действий, как культ. Нет, культура, говорят, культурный человек, то есть его хотят оскорбить, оскорбить, когда говорят, культурный человек, да? По-моему, наоборот, его хвалят. А что ж тогда корень-то в культе находится, непонятно, да? Каким образом так сложилось-то, да? И еще, первый внесистемник, первый внесистемник, кто из системы вышел? Бог создал систему, а первый внесистемник, ты знаешь, кто был, кому система не понравилась? Он сказал, я создам свою систему. Вне системы ничего не существует, вся солнечная система создана в этой системе, весь ангельский мир создан по этому социуму, есть старший ангел, есть младший ангел, есть Херувим, Серафим и прочие, и духи всевозможные. Нечего искать, нам надо, правильно, соблазнов много. Отцы, он последний, я не помню, кто-то из отцов, а из святых тот последний говорил, что в последние времена будут очень сильные нападки на православие, много людей станет выходить из православия, вот, и сатана будет работать вот даже над людьми, ну, как написано, что и избранных будет соблазнять, да, избранных, вот, а черештонных будет соблазнять избранные, они, как правило, такие богочестивые люди, вот, а такие люди богочестивые, они мало подвержены, ну, плотским грехам, да, и сатана их будет увлекать именно через гереси. Должно этому случиться, поэтому это и происходит. Нет, ну, смотри, есть же научное понятие, да, и как весь мир об этом свидетельствует, да, каждая жизнь любого человека, она говорит о чем? О его конечности всего вообще, да, человека прежде всего, а в теории там научной это называется энтропия, да, это разложение, разрушение, уничтожение, то есть весь мир этому подвержен, и только слепой этого не видит, да, и какие-то свои теории составлять, зная, что это все конечно и все закончится, известно как, детской верой, да, детским верием тому, что тебе иную теорию изложили, тут же не пахнет, да, тебе вот, пожалуйста, написать так, как люди верят уже, если бы он понимает, этот новый там открыватель каких-то идей, да, смыслов в этих писаниях, если бы он за 2000 лет, то есть до него не было бы истории 2000 лет, да, а то и больше, да, если там другие писания взяли, это можно как-то понять, а если до него это все есть, и он приходит и начинает шашкой махать, я же с Латкина начал, да, а тут упирается, сейчас высветил свою позицию, как ярый такой апологет, который какие-то огрехи, ну ярные огрехи, я не знаю, что лучше, да, а то-то его называют неретикон Латкина, да, кто-то там, ну для меня еще там хуже моменты какие-то высвечиваются, да, это все очевидно уже стало, Роман просто на несколько указал и там надавил, да, на болевую точку, на больную мозоль нажал, я не понимаю, почему ты апологетикой ты занимаешься, тебе в чем смысл, в чем, ты истину Тутиана не защищаешь. Вот смотри, Сергей, разница, ты много книг прочитал с названием Юрия Андрющенко, там, Мое видение Библии, хоть один том ты этого видел, такого издания, или покажи мне свой том издания, да, Сергей Козлов, Мои откровения при чтении Евангелия, есть у тебя такие книги? И каким тиражом они изданы? Или Мои книги, каким тиражом они изданы? Это все, опять же, это относится к его личности. Тут мы будем, мы посмотрим, смотри, на дела его, мне интересно его дела и результаты делать его, а это все его личные. Человек за каждое свое слово даст ответ, а если человек эти слова издает томами вот такими, понимаешь, будучи уверен в своей непогрешимости и своей позиции, представь, какую ответственность он берет на себя. И почему у него уже вызывает тогда удивление, недоумение и даже гнев или там презрение, любые эмоции, если на его вот эти печатные слова возникает какая-то другая реакция, которую не он ожидал, понимаешь? И тем более, когда обоснования эти звучат очень серьезно. Тут глубже вопрос, Сергей, ты сам это видишь, понимаешь? Это свойственно людям, которые вот именно учат, которые создают какие-то общественные движения. Это так поступают все абсолютно люди. Ну, почитай вот, я не знаю, или исторически возьми любую личность человека известного, да, посмотри, какой он был при жизни. Все так, потому что по-иному им так устроена личность публичная. Ей по-другому нельзя существовать никак. Это такая черта характера. Ну что, давай сейчас наймем киллера, убьем его. Ну что нам копать? Лапки на кого? Лапки на? Ну да. Как это смешно. Нет. А я тебе говорю, ну а к чему тогда разговариваешь? Послушай. Ты его защита. Послушай, к чему тогда вот эти разговоры вести? Они ни к чему не приведут абсолютно. Ну, в сердце у тебя поселится еще ненависть к одному человеку. А зачем? К чему это? Да нет у меня ненависти никакой. Абсолютно. Абсолютно ненависти нет. Может быть это не ненависть, но негодование на человека все равно это не любовь. А не любовь это всегда плохо. Сам Лапкин любит цитировать, смотри, такие слова. Еретика, он во всех, и каждом, кто думает не так, как он, он видит еретика. И он любит эти слова, это у него рефреном звучит, что каждый человек, ой, то есть из Писания, при, ну, напомни мне, про еретиков, после первого, сколько там обращается? Второе разумление обращается. После первого. Обращается. Совершенно верно. Ко мне идут, я не знаю, толпами, сейчас уже меньше почему-то. А раньше прям пачками люди шли вот и с негодованиями на лапки. Я говорю, зачем вы смотрите, если вы впадаете в такие состояния, зачем вы его смотрите? Нет, а я его не, смотри, я его не смотрю. Мне как раз свое, вот сейчас мы вышли на то, что я и хотел в принципе услышать. Мне было интересно услышать твое мнение и на чем оно основано. Я твое мнение услышал, оно не основано ни на чем. Оно основано на твоей личной симпатии, привязанности, там, не знаю еще на чем. Я благодарен ему на многих вещах. Хорошо. Ну и все. То есть мое к нему расположение не имеет никакого рационального объяснения. Такое объяснение тоже принимается. Но надо так и сказать, а не искать какие-то там аргументы, апологика это заниматься, но это нехорошо выглядит. Особенно из твоих хвостов, Сергей, ты всегда четко и конкретно всегда говоришь. И я не хотел никого обличать. Мне лапкин там, пускай он проповедует кому хочет. Сейчас проповеди таких послушаешься, мама дорогая. И у них такие издания и такие книги. Меня зацепила просто ситуация с одним человеком, с другим, с третьим. И повторяется это в том человеке, в котором я увидел опять же какое-то другое прочтение такое более серьезное, обличительное, не знаю, с указанием на недостатки, более серьезное прочтение православия. Я в нем это увидел, понимаешь. Оказалось, это немножко не так. Я, по-моему, аргументировал уже, ну не знаю, такими доводами, что ну как с этим просто не согласиться. Спорить как-то можно или что. Меня Роман как конкретная личность в последнюю, мне как человек, конечно, его жалко и все, но он для меня не аргумент и я не адвокат ему никакой, да, он не мой там подопечный. Не хочу я там... Ну вот о чем говорили, о простоте, да, в Берии у нас. Понимаешь, вот я глядя на этого человека, понимаешь, я вижу, я понимаю, о чем ты говоришь. Я вижу все это в нем, вот. И все равно я стараюсь как-то, понимаешь, все в себе это разбавить и вот любить его таким, какой он есть. Вот в такой вот простоте. А я учусь этому, понимаешь. А это человек, на котором можно научиться. Он научил главному своему этому доводу и принципу жизненному. Но я православный. Пускай это абсурд, пускай мощи надо закопать, иконы сжечь и все остальное сделать, вместо Евангелия положить Библию. Но я православный. И поэтому я соблюдаю все предписания моей религии. Хотя, по сути дела, он противоречит куче канонов, которые так вот. И я люблю любого человека. И Диму Кузнецова я люблю. И Игнатия Тихоновича я люблю. Как человека. Он у меня кучу положительных эмоций вызывает на самом деле. Я бы его каналом не заинтересовался. Но если я в этих людях вижу то, что мы с тобой уже обсудили, понимаешь. Ну, меня Евангелие так научило, понимаешь. Если, да-да, если человек прав-прав, неправ-неправ, ну так и скажи. То, что ты увидел. Ну, опровергни меня, если я сказал, что это не так. А ты, нету аргументов, нету опровержения, понимаешь. Если апологетика, которая не зижится ни на чем, абсолютно. Я уже устал эту тему, просто она мне уже настолько, вот за несколько лет, мне уже просто, я сам выступал в роли обличителя там какого-то непонятного. У меня тоже вот такое негодование было. Оно, причем люди, которые начинают смотреть Лапкина, оно рано или поздно в течение одного-двух лет возникает у них вот это кипение, бурление. Каждый через это проходит. Кто-то, кто-то уходит совершенно от него, хотя все остаются и продолжают смотреть его канал. Это я точно знаю. Все смотрят, которые отходят и плюются на него. Или очень мало таких, которые один, может быть, процент, которые все-таки на это все закрывают глаза, сквозь пальцы на это все смотрят и продолжают с ним поддерживать отношения. Пускай. И хорошо, Сергей. И слава Богу. Я выступаю только за то, что не надо мочить людей, как это в определенных кругах называется, да, гнобить, мочить, шморить там еще как-то угодно нехорошими словами. Не-не, Никита этого не заслужил. Ну, Никиту надо было подкорректировать. Все, там коррекция закончилась. Он уже на правильном пути. Для меня уже он черты святости приобретает. Я думаю, как с таким человеком можно жить? Володю тоже не надо править. Ну, поймали, когда он сбежал. Привезли его обратно. Все на месте. Что там его пинать лишний раз? Не понимаю я изгнания вот этих людей, которых сначала привезли в Потеряевку, пригласили, да, но они как-то вели себя неправильно, уныло работали, не бегали там за лопатой бегом, а шли пешком. Их за это выгнали из Потеряевки. Ты знаешь, такие случаи там, фамилии не будем называть. Однако же Володя и Никита остаются с ним. Люди, которых выгнали, они благодушно относятся к нему. Плоды, плоды главные смотреть. Вот, Сергей, они остаются с ними только потому, почему остаешься ты и ты с ним. У тебя аргументов нет никаких, и у них нет никаких рациональных аргументов. Нет, может, там они что-то найдут, но там уже нерациональное действует, понимаешь? Какие у тебя уже нерациональные поводы? У тебя просто апологетика, обоснованная ни на чем. Ты защищаешь человека, потому что ты его защищаешь. Все, у тебя такой мотив. И у них такое же будет объяснять. А почему так с вами произошло? А потому что вы люди такого, видимо, особого склада. То, что вытерпел за время пребывания в Потеряевке Никита, и то, что вытерпел за время пребывания в Потеряевке Володя тот же самый, и то, что вытерпел за время болезни ты, это вытерпит далеко не каждый человек. Ты сам это все прекрасно знаешь. Мы просто люди такого склада. И это как раз подтверждает только то, что у Игнатия Тихоновича, к обычным людям, простым людям, очень завышенные требования. Понимаешь, он ставит какие-то планки, которые в его там воображении существуют. И когда его ловят на чем-то несоответствии, он сам внутри думает, что он же соответствует всему тому, что он построил. Но когда его ловят на том, что он не соответствует, вот как его Роман поймал, там раз, он сейчас, если всех книги изучит, там он кучу наберет материала. Его это коробит, его это переворачивает. У него мировоззрение, это все наизнанку становится. Игнатий Тихонович. Не с Лапкина опять я начал, а с конкретного человека, который вот, ну, эти, Никита с Володей, и ты получаешься, в том числе оказались. Вы эту ситуацию как, ну, оставили, оставили. Вас это, ну, можете вы с этим грузом жить, да. А Роман, он оказался не из тех людей, которые вот молча склонил голову, он, он начал что-то там исследовать. И правильно все показывать. Исключить эти его... И ничего не покажут. Я знаю священника одного, он два года, эти 38 томов. Там он и выписывал две тетрадки, шмургировал его книжки. До сих пор ничего нет. И Роман там ничего толкового не найдет. А нет, нет, нет. Ты, Сергей, мы уж довольно долго общаемся. Ты же понял, что, ну, не так просто я аргументы-то привожу. У меня... Ну, основание серьезное. Я-то говорил не о том, что фактически какие-то ошибки там содержатся. Он как раз говорил все правильно. На тот момент он считал так. Он был искренним. Но сегодня он говорит противоположное. Один из его постулатов... У него в книгах на патриарх, он там много грязи льется, патриарх там такой-сякой. Сегодня он обратно. А сейчас патриарх изменился, получается. Что изменилось-то? Он... Вот его объяснение, да? Патриарх пришел, встретился с католиками. Аргумент Лапкина, да? Да, я вот слушал внимательно, думаю, ну как? А он уже 500 раз этот аргумент повторил. А что вы так переживаете? Ну, встретился с католиками. Так уже все окатолично. Ну, то есть сгорела хата, да гори сарай. Это аргумент считаешь ты или как? Если все окатолично, так пускай он теперь и это... И тиару оденет вместо этого своего клобука патриаршего. Пускай он... Но он-то что под этим подразумевает? Давайте на этом покрище уже исправлять ситуацию-то как-то. Давайте начнем, опять же, с исправления канонов, с исполнения канонов. Он-то что за этим говорит вслед? Ну, же не то, что на пепелище давайте спляшем и пойдем в разные стороны. Он предлагает исправить ситуацию. Хотя он сам понимает, что это бессмысленно. Смотри, заниматься апологетикой, можно не только человека православного, подчеркиваю, я его все-таки считаю православным. Но с определенными заблуждениями. Сказать хуже находящегося в прелести. Можно заниматься его апологетикой. Но есть способы, отработанные, да, в той же апологетике, и более серьезных заблуждений. Скажем там, ну, есть апологеты индуизма, есть апологеты мусульманства. Но на том основании, что кто-то защищает заблуждение, нельзя сделать вывода о истинности того учения, которое они защищали. Понимаешь? Ты вот сейчас этим занимаешься. Тебя истинность не интересует. Ты там придумаешь такой аргумент, сякой. Я всю эту истинность переживал и выплюнул. Ну, что, я все знаю, я прекрасно все знаю, все до мелочей. Где, где, где... Так а зачем ты... Я, я, я что, призываю его расстрелять, приехать в Потеряевку или там в Барноул? Я же к этому не призываю, правильно? Ну, а что ты, а к чему призываешь? А к тому, чтобы, ну, признать истину истиной, да? Правда, правда. Кто, чтобы признал, чтобы он признал? Чтобы он признал, или кто? Тебе самому смешно, да? О чем мы говорим? Нет, я же с тобой разговариваю. Это бесполезно. Вот представь, я бы с ним разговор какой-то затеял. Да он закончился бы, а, там, не знаю, 10-й или 12-й минуте, понимаешь? Мой разговор с ним. Да, я разговариваю с тобой. Только исходя из того, что ты с ним уже общаешься вот сколько лет, и у тебя, если ты находишься в какие-то аргументы в подтверждение своей вот этой продолжительного такого сотрудничества, ты знаешь, как-то можешь с ним общаться на том уровне, что он тебя слышит, он тебя понимает. И тебе проще это сказать. Ты вот про того же Сергия Берюлькова, я к нему очень, кстати, хорошо отношусь. Классный батюшка, вообще супер. Я таких, ну, мало очень видел. И он очень толково с ним беседовал. Ну, это, понимаешь, бесполезно. Он его тоже не услышал и не услышал. А тебя он воспринимает, как... Ты для него, не знаю, как, может, мучеником выглядишь или что. Ты для него серьезная величина. В немощи, знаешь, часть силы совершается. В немощи. А ты тут и есть немощный, которого он слышит. И может, у него последний аргумент на земле, понимаешь. И то, что ты ему там приведешь, как-то сможешь донести, он только это и услышит. Ведь он менялся, ты понимаешь. Он менял и отношения. У него многое, и все-таки немногое там. Ну, какие-то моменты поменялись. И я не исключаю, а, скорее всего, так и есть, что именно благодаря общению с тобой. На тот момент, когда он писал, он писал правильно, он не лгал ни перед собой, ни перед кем, понимаешь. И ни перед теми, кому он пытался это донести. Он искренен был. А сейчас, получается, поменялись его взгляды или поменялись время, неважно. Но ему надо признать, что изменилась ситуация. Он понимает, что он себе статус непогрешимого присвоил, можно сказать. Ему, человеку, не свойственны. Но нету таких людей. Вот в чем его заблуждение, в чем эта прелесть. Это нормально называется, давно тоже определено, описано 500 раз. Зачем изобретать велосипед? Человек находится в прелести. А то, что он этого не слышит и не видит, только подтверждает факт этот. Вот и все. Ты видишь, я так купился. Ты вот представь, ты меня уже понял немножко, да? А если я на лапки накупился, ты понимаешь, я на лапки накупился, для меня Евангелие – это все. Для меня Исаак Сирин, не знаю, Макарий Великий, Антоний Великий – это для меня все, понимаешь? Куда там, куда смотреть? Это все там сказано. И я, понимаешь, купился на его пропелке. Когда покупаются люди, как говорится, овечки вот эти задушие, которые там… Я о православии-то ничего не знаю. Ты обратил не внимание, кто ему звонит-то? Или люди, которые там начинают, ему сразу в ноги пайдат, хвалить там, ой, какой вы гений, какой вы этот. Человек просто ничего не знает, да? Или тот человек, который вот… Ну, грубо лестью занимается, да? Вот такие, которые… Он их с удовольствием принимает, они к нему приезжают, они его там облизывают всяко, а он от этого млеет, выставляет там 50 роликов с этим человеком, где послушать-то нечего, понимаешь? Там ни проповеди, ничего, ничего полезного. А это накручивает опять ком соблазна для вот этих вот овечек несчастных. Мне их жалко. И Роман, вот этот, он классный мужик. Если его… Выбить ему эту плоскую землю из мозгов, да? Что у него туда еще залетело? Тоже выбить? Это… Это кремень, понимаешь? Вот такие люди становятся мучениками, как Роман. А он сейчас… Его в землю закопают и затопчут. За какую-то фигню непонятную. Вот меня чего возмутило, понимаешь? Точкой стала. Я не думал, что я буду по скайпу, по скайпу общаться. Мне приятнее книги читать, понимаешь? И не комментарии писать, и не с кем-то еще там где-то общаться. А я этим занялся, ну потому что, ну уже дошло, понимаешь? Ну закипело, ну куда? Ну это… Сергей, опять ты понял, о чем я сказал? Это тебя не обязывает ни к чему и никак. Я тебя не хочу подвинуть. Да не, меня уже вряд ли к чему-то подвинуть. что-то… Я же говорю, я уже сколько, полтора месяца, месяц уже не говорил. Вчера с Ильином, с Сергеем, он, кстати, у него тоже сейчас негодование. Он справедливо говорит. И у Ильина, правильно, вот он в точку бьет, он умный, он умница тоже, он говорит, что Лапкин сделал из… Это опять он бьет в точку, это точка болевая, которая Лапкину не нравится, которая… Ох, как его там… А это факт. Он сделал из русского перевода, он загнобил славянский язык, который все святые признают, понимаешь, особый статус ему этому языку дают, выделяют. А он именно из русского перевода сделал идол. Он совершенно в точку попал, понимаешь, в абсолютную точку. А его же тоже, он же тоже с Лапкиным разговаривал. Услышал тут его? Смешно об этом говорить. Какие-то… Нет, ладно, Юра, давай, это мне уже… Давай завязывай, да, это у нас уже бесконечно в бесконечные эти времена какие-то переходят. Спасибо тебе, Сергей, я рад был, что с тобой вообще пообщался. Для меня это событие в жизни, поверь. Я рад познакомиться. Да, когда смотришь просто так, это безучастно, да, какие-то там кино, ролики. А другое дело, когда вот так общаешься. Спасибо тебе. Прости меня, если я там… Я люблю давить, у меня есть такой напор нехороший, там могу оскорбить, задеть. Прости, если это было, извини меня. Все нормально, не переживай. Все нормально. Рад был встрече. Дай Бог тебе… Дай Бог тебе здоров… Сам знаешь, чего ты… Чего ты желаешь, того и получить. Облегчение состояния и так далее. Царство небесное и так далее. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь.